Сотрудники Хангаласского отделения ГИМС объяснили школьникам, чем опасны реки и озёры в это время года, а конкретнее в период ледостава. Что именно рассказали инспекторы и какие дали советы, узнала Виолетта Засимова. Уже сейчас водоёмы манят к себе детей возможностью покататься на коньках, поиграть в хоккей или просто побегать по ледяным просторам. А ведь это очень опасно. В это время года лёд ещё недостаточно окреп и может проломиться под ногами в любой момент. Весёлая забава в миг может превратиться в огромную опасность. Как же этого не допустить? Об этом рассказывали сотрудники ГИМС, учащимся по кросской средней школы номер 3. Осенне-зимний период мы проводим такие месячники и ходим по школам, детским садам. Также, конечно же, проводим беседы просто с рыбаками, охотниками. В ходе занятий сотрудники ГИМС разъяснили ребятам правила поведения на водоёме во время периода ледостава. А также уделили внимание вопросам оказания помощи в случае, если человек провалился под лёд и получил обморожение. По окончании беседы школьникам показали обучающий мультфильм. Затем ответили на интересующие их вопросы. Рассказывали, что лёд нельзя, когда тонкий, нельзя выходить, а то упадёшь в воду или куда-нибудь. Или со стрясения головы можешь упасть, или лёд сломается. Не забыли сотрудники ГИМС объяснить школьникам, по каким номерам звонить в случае экстренной ситуации. Но при этом предупредили, что в случае ложного вызова могут быть серьёзные последствия. Кто-то, кому нужна реальная помощь, может её не дождаться, а родители потом обяжут оплачивать крупный штраф. Я узнала, что нужно звонить по номеру 101-112 и 01. Сотрудники ГИМС обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра вблизи замерзающих водоёмов, пресекать игры и шалости на неокрепшем осеннем льду. Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила поведения на льду. Рассказывайте о мерах безопасности и последствиях нарушения правил.